Это очень важно, мне кажется, это самое главное. Это когда такой эмоциональный контакт работает, да, то тогда артист, можно сказать, летает, он себе доверяет, у него открываются какие-то, не знаю, там, чакры, которых, может быть, он сам в себе даже и не замечал никогда, потому что ты интересен, ты понимаешь, что ты нужен, и это вообще здорово. Помню, зима, мы сидим в холодном здании, и у нас только такой вот огромный такой вот обогреватель длинный работает, и он был очень горячий, и мы на него, его постилали шинелями, на этих шинелях сидели, одетый как капуста, кто в шубе, кто там, я не знаю, в трех кофтах, в четырех там, в шапках, но мы на это не обращали внимания. Нам казалось, что мы работаем в дворце, и вообще, когда, представляете, такое большое помещение, полумрак, потому что свет, собственно говоря, так не работал, если вот был дневной свет, да, ну, во всяком случае, вот в репзале, вот, был дневной свет, а когда, соответственно, уже был вечер, то свет уходил, и Евгений Борисович включал фонари, это театральные фонари, мы сидели вот на этом трансформаторе, на площадке артиста репетировали, ты сидел, ждал, там, я не знаю, там, свои очереди, ты находился на площадке, и это было вот вообще чудесно, мы даже не замечали, как время текло, казалось, было холодно, неуютно, как вот сейчас бы можно было подумать, да, но для нас это была самая чудесная, самая хорошая атмосфера. Гастроли – это единение, мне кажется, гастроли – это когда ты еще больше, глубже, там, узнаешь друг друга, там, своих друзей, партнеров, коллег, это партнеры – это когда складываются какие-то истории интересные, которые происходят на гастролях, мы очень часто ездили на, как сейчас сказали бы, на выезд, да, то есть это были деревни, районные центры, какие-то ближайшие городки, и показывали спектакли мы по ДК, потому что у нас не было своего здания, и мы не могли своего зрителя принимать у себя на нашей территории, и мы вынуждены были ездить, но это очень, кстати, для артиста это очень хорошо, потому что ты должен каждый раз быть в тонусе, так сказать, примерять себя к другому зрителю, понимать, что ты там, как сказать, что мы пробили его, что все произошло, зритель разный, везде, но наш театр всегда очень хорошо принимали, ну, конечно, у нас были и гастроли, и за границу, помню, как мы первый раз поехали, во всяком случае, я, потому что театр-то до этого ездил и в Америку, и театр-то нашумевший, на самом деле-то, вот, вот, а я помню, первый раз мы поехали в Венгрию, ну, это вообще была, конечно, сказка, мне понравилось все, мне кажется, куда бы мы ни поехали, но это тогда было действительно за границей, первый раз мы уехали, тем более в Венгрию, там было замечательно, вот, мы там показывали спектакль «Планета», который в свое время поспал Евгений Борисович по произведению Гришковца, и это было, конечно, потрясающе. Мне кажется, что все-таки лучший зритель здесь, на нашей территории, в России, потому что за границей, ну, не знаю, да, они с удовольствием смотрят, ну, то ли мы тогда выезжали, так сказать, еще тогда первый, там, второй раз, третий, для нас было просто вообще интересно страну посмотреть, это был как бы повод выехать и посмотреть, да, а что там-то происходит, как они живут, вот, а на самом деле еще этот языковой барьер, он же тоже имеет значение, но принимали всегда хорошо, с удовольствием, особенно русскоязычное население, у которых дефицит вообще общения с нами, с русскими, да, вот, а тем более тут приехали свои, да еще привезли спектакль, нас всегда принимали хорошо. Потом вот мы, допустим, ездили в Студгарт, да, это в Германию, то там очень много немцев было, которые вообще не понимают русский язык, но, вот, допустим, когда мы в Студгарт ездили, мы возили биттрупа, играем биттрупы, а это спектакль, который понятен без слов, потому что он без слов, он понятен для всех, вот, а спектакль, который, так сказать, со словами, да, вот, то перевод. Приятно, например, когда, допустим, идешь, да, по улице, и вдруг понимаешь, что кто-то на тебя пристально смотрит, ты вглядываешься, думаешь, может, какой-то знакомый, которого ты не узнал, то он к тебе подходит, говорит, извините, вот вы актриса Юля Бакаяна, я говорю, да, мы очень любим ваш театр, мы вас очень любим, и говорят тебе комплименты, ну, конечно, тогда ты понимаешь, что это вообще не зря вообще в профессии, что это очень приятно. Ну, и вообще, мне кажется, нужно все-таки понимать, что зритель-то приходит и подходит к тебе с добром, да, и даже если ты чем-то занятый, куда-то спешишь, то несколько секунд ты можешь всегда уделить. Редактор субтитров А.Семкин